Здравствуйте дорогие зрители канала Life Travels и читатели сайта Life Travels. В сегодняшнем обзоре мы посмотрим турбазу Манжурок. Жили, живем вернее мы вот в этом Акт-Ру замечательном домике рядом с детской площадкой на берегу реки Катунь. Всем хороша база, особенно ценой. Это конечно не Риксос, но есть безусловный плюс. При уходе из номера розетки не выключается, свет не гаснет и можно смело оставлять на зарядку аккумулятора. Вот замечательная детская площадка, замечательная раскрашенным автобусиком, на фоне которого можно чудесно фотографироваться. Несколько двух и трехэтажных домов. Там строится баня вместе со всем. Это чудо-корабль, который возможно спасет при наводнении и прочих стихийных бедствиях. А вокруг раскинулся замечательный сосновый лес. Собственно дома вот такие вот внутри комнатки на 3, 2, наверное 4 где-то есть. Мы живем в корпусе, там есть только туалет в номере, вот этот корпус с душем, но душ на этаже, а не в номере. Удобство минимальное, ну на самом деле цена тоже минимальная. Валитбольная площадка есть. Наверное где-то... Ох, ну какой замечательный заборчик с телегой в ухранском стиле. Тут вот дальше бабы-яги, неудачно летающие. Штука здесь сувенирочки продают. Иногда, по крайней мере вчера здесь было открыто, но продавца не было. Чудесная особенность, администратор бывает очень редко. Поэтому если вы что-то хотите купить, спросить, взять, пароль Wi-Fi, записать, берите, делайте это сразу. В противном случае я раза в 3 или 4 заходил, администратора ни разу не видел. Ну, собственно говоря, качество отдыха это никак не ухудшает, поэтому да и больше нет. Вот, собственно, въезд на базу велосипеда для выезда с базы за деньги. Ну, а вот с праздником администраторов. Видимо, с праздником администраторов или с администраторов праздника. В общем, как-то так. Там вот баба-яга неудачно приземлилась. Здесь подробный расклад по базе. Видите, там даже пляж есть, но судя по температуре воды в Катуне, пляж он прежде всего для того, чтобы загорать, когда солнышко есть. Как видите, солнышка нету, ибо нечего. В пьяном виде не летать. Don't drink and fire. Вот это бар. Чего-то какой бар. Оверкиль, однако, с другой стороны, столовая. Собственно, завтра 150, ужин 150, обед 200 рублей стоит. За что там платить, не очень понятно. Берите с собой казан, шашлыки, мясо, бутерброды, кушайте сами. Ибо оно вкуснее, да и лучше. Вот обитают такие местные жители. Привет, Лохматый. Думаю, не стоит бегать от него. Такой чудесный, непонятно что. Фотбар дополнительный. А вот она и столовая, которую мы сейчас прокрадемся. Пойдемте дальше. Наслаждаться природой. Воздух здесь замечательный, ребят. Воздух здесь просто покрывает все удобства и неудобства. Дышится легко, непринужденно и здорово. Недавно, буквально месяц, надо было суруезное наводнение. Вода в районе Бранаула поднялась лишь на 7 метров. Ну, так, здесь поток очень сильный. Здесь это все пошло на пользу, по крайней мере, на Монжероке. Господи, потому что дров примыло на ближайший год вперед. Сейчас я это, кстати, покажу. Ой, извините. Стоит протереть объективчик. Вот они. Те самые замечательные примывшие дрова. Тополяк горит чудесно. В пользе примутся неимоверно. Да и бревнышки чудесные. Ну, в общем, Монжерок — хорошая база отдыха по меркам Алтая. Здесь, конечно, номера здесь не по 100 долларов за сутки, но близко к этому. А качество я даю ему на самом деле на Алтая в пределах 50-100 долларов везде одинаково. Плюс-минус наличие душ и туалетов без беде. Да и обслуживающий персонал здесь не напрягает своим присутствием. В принципе, хуже от этого не становится. Мы были, на самом деле, вернее, мы сейчас отдыхаем здесь довольно-таки прохладно. Дождик — 20 градусов плюс дождь. В связи с чем народу немного. Это, на самом деле, большой плюс. Ибо представления об отдыхе в основном у людей одинаково. Покушаться молоком от дурной коровки и гулять. Поэтому этой публики немного, что не может не радовать. Ну и Катунь шумит, бежит вниз, вперед на усоединение, сбием, сбием. В общем, получится у них обе. Пришли, кстати, вот здесь вот к бане. В втором этаже там соляная пещера, банька, душ, массажный кабинет. А вот здесь можно позаниматься спортом. Ну, тут же можно и погрузить на лавке вот этого монумента. Ибо рафтинг — спорт очень увлекательный и здоровский. Но ежегодно забирает свою жертву. А то и не одну Катунь. Ибо течение большое, вода глубокая и очень холодная. Ну, а вон там виднеется, собственно, деревня Манжирог. И поселок Манжирог. Простите меня, никуда. Какого-то чудесного места. Купаться можно, но не нужно. В общем, ребята, приезжайте на Алтай. Получайте удовольствие. Берите своих детей, близких, родных, родственников. Из России, из-за границы, дастся всего мира. И милости просим. В принципе, здесь я не работаю, если что. В следующем видео покажу обзор меганомеров. Чтобы было представление о том, где мы живем. Спасибо за внимание. Приезжайте на Алтай в Россию. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал.